В Центральной детской библиотеке города Карталы прошло мероприятие в рамках программы «Встречное движение». Это было первое в таком масштабе библиотечное мероприятие, проводимое в нашем районе. Особенностью областного семинара стал телемост, организованный с Казахстаном. О других подробностях мы расскажем в нашем сюжете. В библиотеку прибыли специалисты-библиотекари из разных уголков Челябинской области – Варнинского, Брединского, Нагайбакского, Кизильского и других. Для присутствующих гостей был показан видеоклип, в котором рассказывалась история нашего города. Многие отметили, что узнали из него много интересных и познавательных фактов. Слово для приветствия было представлено Сергею Ломовцеву, временно исполняющему обязанности главы Карталинского района. Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Я рад вас приветствовать сегодня на нашей Карталинской земле. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет очень полезно, окажет развитие нашей библиотечной системы, развитию книгу и чтения в нашем Карталинском районе. Сегодня будет подписано соглашение, которое нам поможет в этом. Также поприветствовала гостей города Елена Борисова, руководитель аппарата администрации Карталинского района. Друзья, коллеги, гости. Действительно, это очень приятно, что данное мероприятие проходит именно на Карталинской земле. Данный проект стартовал еще в 2015 году, и, конечно, его цель – это привлечь внимание книги к библиотеке. К сожалению, было, наверное, такое время, когда очень мало читали книг. Но сейчас, судя по посещаемости библиотек, это количество читателей увеличивается, и это очень, конечно, радует. Во многом это зависит и от учителей литературы в школе, как они будут прививать любовь к книге, и, конечно, от вас, дорогие библиотекари Карталинского района. Я вам желаю, чтобы сегодняшнее мероприятие, оно было для вас полезно. Успехов вам и удачи! Проведение мероприятия было рассредоточено по нескольким площадкам. Где-то проводили мастер-классы по скрапбукингу, где-то читали книги и обменивались опытом, наработанным за многие годы, ну а где-то налаживали связь с другими городами и даже республиками. В 2015 году первый раз у нас стартовал проект «Встречное движение». И очень радостно, что сегодня представители Магайбака здесь находятся именно с них. У нас начиналось «Встречное движение», и они продолжают приезжать. О чем это говорит? Это говорит о том, что каждый наш выезд, он не похож один на другой. Мы всегда готовы общаться, всегда готовы делиться знаниями, полезными, новинками. Ведь сейчас библиотека — это не только обслуживание традиционного понимания, но это современные технологии, это новые проекты. И сегодня как раз-таки мы о таких проектах и будем говорить. В национальном проекте «Культура» очень четко дается определение и важность повышению компетенций. И я думаю, что сегодняшнее «Встречное движение» станет хорошим вкладом в развитие таких компетенций профессиональных и поможет библиотекам. На третьем этаже библиотеки в одном из кабинетах проходило очень необычное занятие. Там полным ходом шла подготовка к онлайн-встрече с поэтами Картолинского района и Казахстана. Мы очень рады. Мы вообще очень любим приезжать в гости к нашим коллегам. Это будет очень интересное мероприятие, на самом деле, разбито по нескольким площадкам. То есть будет и консультирование по ресурсам, по электронам. У нас будет вот здесь площадка, будет как раз видеосвязь с Кастанаем. Поэтическая поэзия без границ. Поэтому поэты Картолинского муниципального района и поэты Кастанайской областной библиотеки и приглашенные поэты Казахстана будут как раз обнести свое мнение, читать стихи, решать какие-то может вопросы. Допустим, в прошлом году мы ездили в город Коркино, и там коркинские поэты после этой встречи публиковались в Кастанайских изданиях и дружат теперь. Организаторами этого мероприятия стали сотрудники Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Сегодня в Карталах проходит проект встречного движения. Это проект областной, и Картолинский выезд у нас юбилейный, 15-й, с чем мы поздравляем наших коллег. И очень важно видеть, что библиотеки поддерживают власть. Сегодня мы подписали соглашение с главой Карталинского района, и уверены, что это соглашение – это лишний раз повод показать, что власть поддерживает библиотеки, готова им помогать, развиваться. И думаем, что библиотекам и читателям это будет только на пользу. Гости из Челябинска вручили специальные подарки Сергею Ломовцеву, временно исполняющему обязанности главы Карталинского района. Вечный календарь. Пусть наше встречное движение будет вечным, абсолютно вечным. Вы будете про нас помнить, будете не забывать про библиотеки, чаще к ним приходить. И чтобы вы совершенно точно знали, о чем их спросить, и проверить их компетенции после того, как они пройдут вот этот вот семинар, здесь очень тоже полезный календарь, но календарь, в котором мы рассказываем о всех наших электронных базах, как раз таки то, о чем сегодня пойдет речь. Да, сегодня действительно мероприятие достаточно значимое для Карталинского района, потому что вместе с пройдем, представители Юлиотек приехали к вам в гости, в гости, в гости, в гости. Ну, хочется сказать спасибо за организацию вот этого мероприятия. Я надеюсь, что все пройдет, как улица, без сучка, без задоринки. И самое главное, что будет передан определенный опыт. Финальным аккордом встречи стало главное событие данного мероприятия – подписание соглашения о сотрудничестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Карталинцы, которые присутствовали на этом мероприятии, поделились своими впечатлениями от общения с коллегами. Но главное, он был хорошим другом. И жизнь его – трагедии и драмы. Сегодня было приглашено на данное мероприятие «Лидеомост» с Казахстаном, творческих людей. Что я испытываю? Я испытываю гордость. Гордость за наших провинциалов. Кто пишет, кто творит, невзирая ни на что. Пишет, издается, печатается, участвует в мероприятиях, конкурсах. Наше литературное объединение, руководителем с ноября месяца прошлого года, существует уже 10 лет. За это время выпущено, издано 15 коллективных сборников и более 20 персональных сборников участников нашего ДО. Раз, два, три.